Анна Цветкова, 33 года. Молодая актриса Чувашского драматического театра. За лучшую женскую роль Груши в постановке по пьесе Островского «Не так живи, как хочется» отмечена на республиканском конкурсе театрального искусства 2018. На один день она станет волонтером. Это повод разобраться, есть ли патриотизм современной молодежи. Здравствуйте, меня зовут Анна. Давайте сначала будем на проблоке. Давайте. Хорошо, точно. Важно соблюдать меры безопасности. Для этого мы вам выдаем перчатки, антибактериальный гель и маски. Еще нужно будет замерить температуру. Я думала, ну придешь, заберешь продукт и уйдешь. Оказывается, это все официально. Нужно заполнять. И у меня был небольшой такой вопрос. А зачем? Это для чего? Вот паспортные данные. Ну, нельзя просто сделать добро. Ну, надо, значит, надо. Да, я не думала, что здесь целый штаб, руководители, столько волонтеров, все занимаются, обзванивают людей. И это все так официально. Я думала, это как-то, ну, захотел, помог. Не захотел, не помог. Вы связываетесь с пожилым и говорите, что вот я волонтер такой-то, примерно через столько-то времени я привезу вам продукты. И в течение всего вашего путешествия волонтерского, получается, до ее квартиры, вы можете с ней контактировать по номеру телефона. Мы предоставим вам необходимый список продуктов и лекарств, которые ей нужны. Закупается это все изначально на свои деньги, а потом уже по чеку она вам деньги возвращает. Либо онлайн-переводом, либо именно деньги. А у волонтеров, ну, какой-то здесь волонтерский бюджет или каждый прям наличные средства? Сначала наличные, потом им компенсируется. Это полное все, можно выявить. Вот выдали мне две пары перчаток, три маски голубого цвета, под цвет глаз. А то у меня до этого была черная, мрачная. Что еще? Антисептик. Это я вешаю на себя? Да, это вам нужно будет на себя. Я волонтер. Ну все, я готова. Расскажи, а сколько волонтеров в вашей организации? Вообще в волонтерах-медиках насчитывается более тысячи человек. На проекте «Мы вместе» насчитывается около 700 человек. Ну, основная часть волонтеров сейчас именно являются работающие населения, так как большинство студентов разъехались по домам. Оказывается, у нас в городе очень много людей, которые вступили в ряды волонтеров. Они сейчас уже вышли на работу, работают и еще успевают параллельно помогать. Я была приятно удивлена. И сегодня продукты от мецената, ну, он дал деньги. И на эти деньги бесплатно приносим мы продукты из магазина. Вот. А до этого получатель, он оплачивал за свои продукты. Никита, а кому предоставляется вот бесплатная волонтерская помощь? Бесплатная продуктовая двора у нас предоставляется инвалидам первая и вторая группа и пожилым людям. Я волонтер из штаба проекта «Мы вместе». Я бы хотел уточнить список продуктов. По этому списку мы закупали продукты. И сразу там крупы, фрукты, масло. Что там еще? Ну, в основном, крупы. Так, гречка. Еще что? Рис. Рис. Крысы в Риге грызла рис. Молоко, масло и печенье какое-нибудь. Наверное, овсяное печенье. Молоко, масло и печенье. Молоко, масло и печенье. Руководитель как раз был на кассе. И она увидела, что мы волонтеры. И мы делаем добрые дела. и она сделала нам скидку. Все равно от себя сделали какой-то плюс, добро. Шесть. Нам сюда. Он созвонился, сказал, что мы у подъезда. Домофон не работал. Она вышла встречать нас. И вот первое, что я увидела, это ее глаза. Спасибо, стараемся соблюдать. Спасибо большое. Ой, это столько. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Очень рада, довольна. Так что, наверное, переживем этот трудный период. Справимся. Когда вот такие ребята есть, когда есть опоры, все будет хорошо у нас. И очень много теплых слов. И эти глаза говорили прям огромное спасибо. И я сразу вспомнила, нас в театре, когда мы репетируем спектакли, не получается, роль прям не дается, сложная. И вот когда выпускаешь премьеру, аншлаг, зритель аплодирует. И вот в тот момент ты понимаешь, что да, ради этого стоило трудиться. И вот сегодня как-то я вспомнила эту ситуацию. И ради этих глаз стоит делать добро. Мы пришли. Как все прошло? О, прошло замечательно все. Я даже не думала, что мне так понравится. Понравилось? Здорово. В этом, на самом деле, да, быстро стягивается. Вот. Так, теперь вторая заявка. Вы уже, наверное, сами попробуйте. Ну, Елену тоже возьмем, и она как бы что будет рядом. Лена очень искренне. Она светлая, она такая добрая. Видно, что она занимается вот по позыву души, что она... Ей нравится то, что она... Чем она занимается. Она такой спокойный водитель. Машина у нее не своя. Какой-то автосалон выделил специальный автомобиль для того, чтобы они развозили волонтеры продукты и я тоже была очень приятно удивлена, что столько людей помогают, содействуют, вот, чтобы помочь тем, кто сейчас не может выйти в магазин за продуктами. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Больше ответственности. Я уже там уже знала, что к чему. Быстро-быстро набрали продуктов и кнопку домофона. Волнение такое. Да, это мы, волонтеры. Откройте, пожалуйста, иду-иду. И вот поднимаешься, ставишь этот пакет и снова эти глаза. Раиса Федоровна, здравствуйте. Я вам сюда пакет поставлю. Он тяжелый, аккуратно. Он как-то потихоньку за ним пойдет. Это что, подарок? Это вам продукты. Она даже не ожидала, она говорит, подарок? Да. Подумала, что она целыми днями дома. Даже гулять не может себе выйти погулять позволить. и это большая помощь. Уделяют время, внимание. Не зарождается вот какая-то теплота в душе и у них, и может повышается иммунитет от этого, гормон радости, счастья, что они важны, они нужны. Если волонтер не был бы патриотом своей страны, он бы не вызвался помогать в такое время, в такой период. И в жизни, в обычной жизни тоже много патриотов, которые, может, не занимаются волонтерством, но они занимаются чем-то другим. Они тоже убирают мусор, просто не афишируют или животных спасают. Патриотизм и театр для всех, кто живет и не только в Чебоксарах, и в районах Чувашской Республики. Мы, в первую очередь, ну, как вот, для чувашского населения, да, мы патриоты, мы не забываем язык. Наверное, мы сейчас все осознали, что актер без зрителей, ну, он неполноценный. Для кого играть, если не для зрителей? Вот, мы сейчас пробуем делать онлайн-репетиции, но все равно, когда вот ты контактируешь друг с другом, у тебя есть друг, живой человек, вот, наверное, в первую очередь пришло такое осознание, что как нужен человек человеку быть вместе. Когда мы сидели по домам, вот эта разъединенность, прям хотелось быстрее, скорее встретиться, обняться вот этим бабушкам, которые сейчас сидят дома, тоже, они поняли, что в любом случае о них помнят и думают и они не одни, мы вместе. КОНЕЦ